Радио Пурга представляет 2015 год литературы в России Премьере фильма «Территория» по роману Олега Кубаева посвящается Меня зовут Брусенцов Артур Я работаю начальником партии в ОАО «Георегион» Впервые я попал на Чукотку в 2007 году О романе Олега Михайловича Кубаева слышал и ранее Но не было возможности его прочитать Когда я попал на Чукотку, мне предоставилась такая возможность И я изучал территорию по страницам знаменитого романа Геологи Чукотки читают территорию Примечания к маршруту Чтобы попасть на территорию, вы должны сесть в самолет Правда, летом вы можете добраться сюда и на пароходе Месячное плавание среди льда и тумана Когда кажется, что мир исчез И существует лишь железная палуба Перекличка сирен каравана и ваша каюта Через несколько дней Именно в каюте вы и будете проводить почти все свое время Ибо вам быстро осточертеет блеклая полярная вода Низкое небо и слово навигация, которое произносится тысячу раз на дню В мыслях своих вы привыкли к тому, что название территории Даже само решение попасть туда Служит гарантией приключений Это страна мужчин, бородатых по делу, а не велением моды Страна унта, меховых костюмов, пур, собачьих упряжек, морозов Бешеных заработков, героизма А лицетворения жизни, которой вы, вполне вероятно, хотели бы жить Если бы не заела проклятая обыденка Во всяком случае, вы мечтали об этом в юности Однако пароходом на территорию сейчас не плавает уже никто Кроме представителей творческого труда Которые мечтают познакомиться со всем севером в короткое время Вы полетите туда самолетом Лет 20 назад это тоже было незаурядным дорожным подвигом Но сейчас вы долетите без приключений Когда же вам надоест почти сутки сидеть в самолетном кресле И продувать себе уши после посадок на забытых богом аэродромах Вы встретитесь с первой неожиданностью Рейс ваш окончится не на той планете, с которой начался Вас ожидает прохладный и влажный воздух, черный и желтый пейзаж, если вы прилетели летом И некая суровая снежная обнаженность, которую трудно передать словами, если вас затащило туда зимой Нет тут берез, кленов, ясени, сосен, лиственниц Есть сопки и тундра, чудовищно, даже как-то клинически голые И в вас поселится легкий страх, особенно если вы выросли среди мягких пейзажей европейской России Вскоре вы заметите, что люди здесь также отличаются от тех, что остались в 17 летных часах Если вы прилетели на неделю, на месяц или даже несколько месяцев Вы так и не поймете, чем они отличаются Но они все-таки отличаются То ли раздражающим снисхождением к вам, залетным и временным То ли странной привычкой сидеть не на диванах и стульях, а на корточках, у стены То ли небрежением к деньгам То ли отсутствием любопытства к свежим анекдотам и сплетням с сфер Не исключено, вы с тайным злорадством подумаете Что эпоха сверхзвуковой реактивной авиации и блочных домов скоро все и везде уравняет Если вы прилетели в поселок, главный центр на севере территории У вас есть основания так думать Те же блочные дома, как в Кузьминках Те же Мазы, Колхиды, Татры Уазы гудят на дорогах А ветер гоняет индустриальную пыль и обрывки газет По улицам не бродят олени или ездовые собаки На углах не торгуют пыжиком Люди одеты в те же пальто, плащи, туфли, что в Ленинграде В квартирах крутят те же пленки, на тех же магнитофонах И на книжных полках стоят те же книги, что и в вашей квартире Но если душа ваша не очерствела от частых перемещений по государству Или, наоборот, не поблекла от жизни в одном месте Вы постоянно будете чувствовать, что нечто главное идет мимо вас И оно не умещается ни в рассказы старожилов Ни в кадры слайдах, ни в записные книжки Возможно, это главное заключается в узкой полоске Ослепительно-лимонного цвета, который отделяет хмурое небо от горизонта в закатный час У вас вдруг сожмет сердце, и вы подумаете без всякой причины Что до сих пор жили не так, как надо Шли на компромиссы, когда надо было проявить твердость характера В погоне за мелкими удобствами теряли главную цель И вдруг вы завтра умрете, а после вас и не останется ничего Ибо служебное положение, оклад, квартира в удобном районе Мебель, цветной телевизор, круг приятных знакомых Возможность ежегодно бывать на курорте Даже машина и гараж рядом с домом Все это исчезнет для вас и не останется никому Либо останется на короткое время Во всяком случае, бессмертная душа ваша Неповторимое и единственное ваше бытие тут ни при чем Что-то вы упустили Можно суеверно считать, что подобные мысли Рождены пространствами, составляющими территорию До настоящей полярной болезни, или как там это называется Вам еще далеко Вы начнете чувствовать настроение, дух территории Позади вас гремит и перекликается поселок Над головой, смирным рокотом, прошел оранжевый самолет полярной авиации Он идет в город Центр обширной области, куда входит и территория Но вы видите только закатную полосу над хмурым морем Над перевалом, красным от того же заката, клубится красное облачко пыли И в нем исчез грузовик, идущий на дальний прииск С каменным углем в мешках, или с синтетическим барахлом в контейнере Или с яйцами в деревянных бочонках Или с разлапистым металлическим агрегатом на автоприцепе В кабине того грузовика рядом с шофером сидит, наверное, командировочный Вроде вас, человек Смотрит на ленту дороги, рассекающую тундру и сопки И сочиняет предварительный мемуар на тему «Когда я недавно летал на север» Но постепенно рев двигателя, ползущий навстречу черно-белой сопки Редкие машины, подобные усталым бродягам на бесплодной, изорванной ветром равнине Все это именуемое «трасса» завораживает командировочного человека И в найденный час или два тому назад слова мемуара Предстают бессмысленными, глупыми и хвостливыми В них есть личность рассказчика, слово «я», но нет территории И вообще все это не так, не так, все иначе 20 лет назад через этот перевал также пылили грузовики Идущие на кассетеритовый прииск, выстроенный во время войны И через этот же перевал уходили тракторные сани, груженые взрывчаткой Брезентом, мехом, железом, детонаторами в плоских ящиках Соляркой, бензином и многим другим А поверх всего на санях сидел разный народ И смотрел в бледное небо Или на поселок, который, конечно, был совершенно иным Но был А теперь задайте себе вопрос Почему вас не было на тех тракторных санях И не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер Может быть, именно это поможет ответить на недовольство Которое мучаем мы сами себя Во время бессонницы, в серый предутренний час Когда светлеют окна и гаснут звезды Геологи Чукотки читают территорию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok